Потому что характер плохой женщине дается как наказание. Когда человек наказан, что ему делать? Надо просить прощения? Вы же не можете ничего сделать своим характером? Ничего не можете сделать, как любая другая женщина. Ни одна женщина, сидящая в этом зале, не может ничего сделать своим характером. Поднимите руку женщины, которая может что-то сделать своим характером. Есть такие? Вы можете сделать что-то своим характером. Да? А? Видите, они стараются. Знаете, они постараются еще немного и поймут, что невозможно. То есть это путь. Они пройдут этот путь и поймут, что невозможно. А? Никто не определяет, а определяет судьба. Если человеку легко жить, значит хороший характер. А если плохо, значит плохой. Судьба определяет. Нет, это все просто лицемерие. Допустим, женщина вырабатывает смирение. Такая ходит, смирение вырабатывает. Потом с мужем начала строить это же... На него. Почему? Потому что сработала система. Поэтому женщина не должна вырабатывать смирение. Она должна служить мужу. И тогда смирение приходит как награда. Смотрите, женщина состоит из характера. Мужчина состоит из поступков. Что должен делать мужчина? Он должен вырабатывать характер в себе, чтобы поменять поступки. А женщина должна совершать поступки, чтобы поменять характер. Женщина состоит из характера. Она сплошной характер. Помните песня, как там про характер? У меня такой характер, ты со мною, не шути. Помните? То есть женщина состоит из характера. Что она должна делать? Совершать поступки и поступки меняют характер. Мужчина состоит из поступков. Что он должен делать? Работать над характером, поменяются поступки. Понятно, да? Женщина не должна думать о своем характере, она должна просто служить мужу и все. Просто служить мужу. Это непросто, я понимаю, но надо служить мужу, не работать над своим характером. Характер изменится сам, как награда. Придет награда, характер изменится. Мужчина работает над характером, награжден, поступки меняются. Понятна система? Но женщине очень тяжело поступки совершать. Но это надо делать. А мужчине очень тяжело работать над характером. Ему это надо делать. Женщине легко работать над характером. Женщине очень легко работать над характером, но это самообман. Смотрите, женщина приходит на работу, допустим, она такая смиренная вся, все, я смиренная. Такая ходит, да, 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 да. Потом домой приходит, почему? Потому что это была игра просто, это была женская игра. Женщина не может поменять себя вот так с помощью поведения, это невозможно. Она ходит вот так, но это не меняет ее характер, это просто игра. Так как у нее очень подвижный характер, она может и так, и так себя вести по-разному, поэтому ничего не меняется. Она может к мужу подойти и очень смиренно себя повести, но внутри она знает, что скоро я тебе устрою. Она может смиренно себя вести при этом, но у мужчины неподвижный характер, он неустойчивый, понимаете? Я сказал, что... Не может поменять себя. Когда я корчу, сразу фотографирую. Это у меня карма такая, в гороскопе написано. Мне потом показывают, вот Олег Геннадьевич. Очень приятно посмотреть. Вот. Так вот, мужчине трудно поменять свой характер. Ему трудно вот с характером вести себя в характере, ему трудно смиренно сказать, трудно сделать, как бы вот слово выдавить из себя правильное. Но это должен делать мужчина. И это меняет его жизнь. А женщина должна поступки совершать. Пошла, постирала просто. Нам мужа злая. Пошла, приготовила ему. Сразу легче стало. Он такой пришел, ты же злая была, почему приготовила? Подумай сами. И все, и все счастливы, понимаете?